Сегодня в столице Карачаева Черкесии вспоминали участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской атомной электростанции. С 1986 года на место техногенной катастрофы были направлены около 1200 наших земляков и многих из них уже нет в живых. С чернобыльцами пообщался наш корреспондент Артур Мхце. Житель Черкесской Александр Унежев делится своими воспоминаниями о знакомстве с Припятью. Говорит, что место вокруг Чернобыльской атомной электростанции было безумно красивым, но столь же опасным для находившихся там людей. Я был дозиметристом. Сам замеры делал и видел, что творится. Очень сильно фонило везде. Очень сильно было. Особенно в районе взрыва станции. Красивейший лес, кругом лес, хвойный лес. Все было заражено. Каждое дерево столько рентген выдавало. Это страшно было. Мы там, когда ходили по земляшу, боялись наступать. Пришли ночью, меня в военкомат забрал. А это, когда приехал туда, там вокруг станции надо было столбы ставить дизеля, чтобы свет дать. Я вокруг станции сверлил на буровое. Я за собой следил там, одежду менял, маски, все-все. Но все равно, как следить там, где радиация превышает все допустимые нормы? Ну там радиация, знаешь. Вот ты стоишь тут тысячу рентген, я стою тут совсем мало. Для каждого из тех, кто пришел сегодня к памятнику ликвидаторам последствий аварии на Чернобыльской АЭС, день 26 апреля 1986 года стал определяющим. Далеко не все из них сразу отправились в Припять. Но позднее один за другим уезжали туда, чтобы выполнить свой даже не профессиональный или гражданский, а человеческий долг – спасать миллионы людей от последствий техногенной катастрофы. С каждым годом их становится все меньше. Примерно трети ликвидаторов из Карачаева Черкесии уже нет в живых. Казалось бы, это мирный атом, но он, когда выходит из-под контроля, он становится ужасным. Ужасным. Сколько людей покалечилось. Оставшиеся сожалеют, что в памяти подрастающих поколений постепенно стирается то, что они сделали для человечества много лет назад, рискуя своими жизнями и потеряв здоровье. А помнить есть о чем. Хотя бы ради того, чтобы в будущем не допускать подобных трагедий. Артур Махцеев, Мухаммед Ашебоков. Вести. Карачаево-Черкесия.